Российская орбитальная астрофизическая обсерватория спектр рентген-гамма 1 апреля зарегистрировала мощный источник рентгеновского излучения в самом центре галактики Млечный Путь. Им оказалась черная дыра, не проявлявшая признаков активности более 20 лет. Дело в том, что объекты, которые включают в себя черные дыры, в данном случае объект, о котором идет речь, он входит в двойную звездную систему, в которых один объект является черной дырой, а второй объект обычной звездой. Но благодаря гигантскому гравитационному притяжению стороны черной дыры, эта черная дыра стягивает оболочку, атмосферу соседки, перетягивает вещество на себя, и это вещество разгоняется до больших скоростей, и в момент приближения к окрестностям черной дыры падает со скоростями близкими к световым, десятки, сотни тысяч километров в секунду. В результате этого среда разогревается до миллионов градусов и начинает вылучать в рентгеновском диапазоне. Но вот физика этих событий, этих явлений, она очень непонятная, очень запутанная, потому что мы саму черную дыру наблюдать не можем, мы можем наблюдать только окрестности черной дыры, и эти объекты являются переменными, то есть они то верчают, то затухают. В частности, этот объект в последний раз показывал вспышки в рентгеновском диапазоне в 1996 году, когда он, собственно говоря, был обнаружен тогда, в то время летающим на орбите спутником Ухуру, под названием Ухуру, вот, и был в каталог, занесен в каталог рентгеновских источников. Потом он затих, его никто и не видел, либо он излучал очень слабо, и вот буквально в конце марта, в начале апреля как раз российский телескоп Артексе зафиксировал увеличение рентгеновской яркости этого источника. К настоящему времени российский телескоп Артексе обнаружил примерно 500 новых рентгеновских источников. В основном это черные дыры, квазары, а также источники двойных звездных систем. Напомним, «Спектр РГ» — это международный российско-германский проект, который был успешно запущен 13 июля с космодрома Байконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М». Руководителем столь масштабной миссии с российской стороны является академик российской академии наук Рашид Алиевич Сунеев. Эта обсерватория состоит из двух телескопов. Один рентгеновский телескоп, называется Артексе, для жесткого рентгеновского диапазона был сделан в институте космических исследований Российской академии наук, а второй телескоп немецкий, он был сделан в Германии, он для мягкого рентгеновского диапазона. Вот на борту этой обсерватории работают два рентгеновских телескопа. В начале декабря 2019 года обсерватория начала сканировать все небо и, как известно, по плану в течение полугода до лета 2020 года должен быть получен первый скан всего неба, то есть карта всего неба. К настоящему времени, с начала апреля, уже отсканирована половина неба. И на сайте Института космических исследований дано несколько сообщений, вот с этими предварительными результатами, какая площадь неба, почти 20 тысяч квадратных градусов, отсканирована обеими телескопами. Наземную поддержку обсерватории «Спектр РГ» оптическими наблюдениями оказывают телескопы. Один из них – уникальный российско-турецкий телескоп Казанского федерального университета, расположенный в Турции. Телескоп Казанского университета с диаметром зеркала полтора метра, который установлен в Турции, входит в состав наземного комплекса оптической наземной поддержки этой миссии «Спектр Ренген-Гамма». И наша задача – наблюдать объекты, которые обнаруживаются в Ренгеновском диапазоне, в оптическом диапазоне, отрезвлять эти объекты, классифицировать и исследовать их физические свойства. Начиная с января 2020 года наш телескоп в Турции активно подключился к этой работе. У нас было два периода наблюдений – в январе и в марте. Получены первые данные, получены спектры изображения объектов ренгеновских источников. В ближайшие периоды, когда мы в Коте Казанского университета будем выполнять наблюдения на телескопе РТП-150 Турции, это вторая половина апреля. Мы готовимся к этим наблюдениям. Сейчас заканчивается обработка данных, которые мы получили в январе и в марте. И планируется, что после обсуждения с нашими коллегами из Института космических исследований, группа Академика Рашталевича Сюняева, мы будем готовить эти данные к публикации в российских и зарубежных журналах. Лиля Талипова, Универньюс.